Как повысить эффективность профилактической работы и снизить количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков? Эти и другие вопросы обсудили сегодня на антинаркотической комиссии в Доме правительства. По итогам пяти месяцев увеличилось количество лиц, состоящих на учете почти на 20%. По состоянию на 1 июня их 548. В прошлом году было меньше. Как положительную динамику специалисты отмечают снижение числа так называемых уклонистов. Людей, которые стараются избежать рекомендованного лечения. Их доля снизилась на 16%. Одним из способов сокращения медицинского потребления наркотика является побуждение больных наркомании к лечению от наркомании и реабилитации. А также побуждение лиц, эпизодически потребляющих на качестве средства или психотерапевтического вещества без назначения врача, к прохождению профилактических мероприятий. Особый контроль ведется за потенциальными сбытчиками. Один из последних примеров – обнаружение в Новочебоксарске 19 закладок наркотических средств. Закон нарушили два молодых человека. Причем один из них – житель Нижнего Новгорода. Обоим молодым людям уже вынесен обвинительный приговор. Чтобы больше такие факты не повторялись, необходимо создать видеонаблюдение. Поэтому дополнительно сейчас приобретаем 20 видеокамер. Аукцион уже объявлен. И в ближайшее время видеокамеры будут приобретены и установлены. Проводить профилактическую работу и усиленно заниматься организацией досуга молодых – таким видят выход из ситуации члены антинаркотической комиссии. В связи с этим особые задачи возлагаются на Минобор. В образовательных учреждениях педагоги вместе со специалистами составляют даже психологические портреты учащихся. Прогульщиков ставят на учет. В настоящее время 1320 обучающих стоят на внутрешкольном учете. Одной из наиболее эффективных мер профилактики правонарушений является организация занятости подростков в внеурочное время. Занять школьников и студентов помогают учреждения дополнительного образования. В Чувашии сейчас работает 104 таких центра. Там каждый может выбрать себе занятие по интересам. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.